Проходила в заблуждении и самообмане. Просто знайте, что вне ислама нет ничего ценного. Когда я произнес шагаду, я стал смотреть на все происходящее по-другому. Аллах, Свят Он и Велик, буквально снял покрывало с моего сердца. О Аллах, укрепи их на вере и даруй им высшие райские сады, так же, как даровал им наставление Кораном. Кораном я был наставлен. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Исмаил. До того, как я стал мусульманином, меня звали Луи. Мне 25 лет. Исмаил был молодым музыкантом, живущим в Лондоне. Он принял ислам три года назад. Давайте послушаем его историю с Кораном. Как он предпочел Коран своей музыки и песням. По милости Всевышнего Аллаха мы прибыли в этот дом в Лондоне, в столице Великобритании. Пришли к нашему любимому брату Луи, которому нравится, когда его называют Исмаил. Я прошу Аллаха Святого Великого сохранить его и даровать ему благословение. Исмаил, наш дорогой брат, прежде всего я хотел бы узнать, какой была твоя жизнь до ислама? Какую религию ты исповедовал? Читал ли ты что-то религиозное? И уделял ли внимание религии? Во-первых, моей первой религией до ислама была музыка. Музыка была моим образом жизни. Это была моя первая религия. На Западе и по всему миру для многих людей музыка — это как божество. Иллях. И она была моим божеством до ислама. Хвала Аллаху, Аллах Свят Он и Велик, спас меня от этого. Алхамду лиллях. Моя мать была иудейкой. Это была моя культура. Я вырос в традициях иудаизма. Например, я ходил в синагогу на выходных. Мне был проведен обряд бар-митсва. Я также ходил на традиционные религиозные празднества, еврейские фестивали. Субханаллах. Это моя первая встреча с Исмаилем. Мы первый раз зашли к нему домой. И, Субханаллах, я заметил. И остальная наша группа тоже заметила, что раньше человек был музыкантом. У него был барабан. А теперь это... Сейчас, Субханаллах, он его не выбросил, а сделал из него корзину для мусора. Он никогда не задавался вопросом, кто создал эту вселенную. И какова причина его существования, пока не наступил тот день, когда его сердце повернулось в сторону ислама. Я смотрел документальный фильм на канале Би-Би-Си, который назывался «Тайная жизнь хаоса». Этот документальный фильм говорил о том, как в жизни сходятся разные вещи, так, как они говорили. Как разные вещи соединяются вместе из хаоса, чтобы привести к согласованности и сходству. Например, в нашей вселенной есть звезды и все остальное, что встречается в природе. Очевидно, что все это управляется согласно по одному образу и системе, согласно единой системе. Но я не обращал на это внимания. Я внимательно смотрел, что они мне показывали. Это было поразительно, но не с той точки зрения, о которой они говорили. Их слова подтвердили мне существование Творца этой совершенной системы и вселенной. Это был мой первый, первый шаг. Второй шаг наступил, когда один брат дал мне Коран с переводом на английский язык. Прежде чем я его открыл, прошел примерно год или два. Он просто лежал у меня на книжной полке до того момента, как в моей жизни произошли некоторые события, из-за которых я почувствовал себя не очень счастливым. В один из периодов моей жизни я добился большого успеха в музыкальной индустрии. Я стал более успешным, но наряду со всем этим успехом у меня были трудности, и я становился все более несчастным. Тогда я посмотрел и увидел Коран. Это был перевод Корана на английский язык. Я решил прочитать его. Открыл его и начал читать с самого начала суры Аль-Фатиха и суры Аль-Бакара. Он произвел на меня сильное впечатление. Его слова сразу же запали мне в сердце. Особенно 11 и 12 аяты суры Аль-Бакара, в которых Всевышний Аллах говорит о тех, кто сеет нечестие на земле. Когда люди говорят, что они устанавливают порядок, а на самом деле и Аллах это знает, они распространяют нечестие. До того, как я принял ислам, в моем окружении, в музыкальной сфере, было много подобных людей. Они показывали, пытались показать, что желают тебе блага, но на самом деле они хотели только денег, известности и успеха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С того дня, хвала Аллаху, все, все изменилось, и я начал много интересоваться исламом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты почувствовал, когда открыл Коран в первый раз? До того, как я открыл Мусхав, я чувствовал себя так, будто бы на моих плечах оказалась вся тяжесть этого мира. Я ощущал сильное давление, тесноту в груди. Все это было из-за сильного напряжения и стресса. Но сразу же, как я только начал читать, я почувствовал легкость, почувствовал, как будто с моей спины сняли что-то тяжелое. Это было изумительное чувство, Субханаллах. И ведь я читал всего лишь английский перевод Корана. Это был первый раз, когда я начал читать Коран. Коран стал моим товарищем и спутником. Я брал его с собой везде, куда бы ни шел. Ты носил с собой Коран еще до того, как стать мусульманином? Да, в переводе. Да, я хотел понять его, поэтому всегда брал его с собой. Он крепко держался за Коран еще до того, как принять ислам, потому что почувствовал прямой путь от этого ясного света. Его сердце раскрылось и обратилось к исламу. Тогда он решил произнести шагаду и направился в ближайшую к его дому мечеть. У мечети стояло несколько братьев. Я непринужденно подошел к ним и сказал, «Я хочу стать мусульманином». Казалось, что они были в шоке. Я показался им странным. Они поприветствовали меня и проводили в мечеть. Мы поднялись на второй этаж, где они рассказали мне условия шагады. И я согласился с ними. Тогда я произнес свидетельство. Хвала Аллаху. Как только я произнес шагаду, я почувствовал, как с меня упали тяготы этого мира. Все проблемы, которые у меня были от того, что люди обманули меня, все мои проблемы и затруднения рассеялись. Я не знаю, что я сделал, чем заслужил такую честь и наставление от Аллаха. Хвала Аллаху. Он наставил меня. И я никогда не смогу. Никто из нас не сможет восхвалить Аллаха так, как он этого заслуживает. Хвала Аллаху. Я просто надеюсь, что Аллах, Свят Он и Велик, укрепит меня на религии до самой моей смерти. После того, как ты принял ислам, какими стали твои отношения с Кораном? Хвала Аллаху. Я читаю Коран каждый день. Коран для меня… Я просто нуждаюсь в Коране. У меня от него зависимость. Он мне нужен, чтобы мое сердце чувствовало покой. Хвала Аллаху. Раньше я занимался музыкой, чтобы почувствовать мир в душе. Но это чувство, возникающее от музыки, это иллюзия. Оно не настоящее. Оно просто отвлекает наше внимание от поминания Аллаха, Свят Он и Велик. Музыка очень заманчива и притягательна. Когда ты слушаешь музыку, она притягательна, она проникает в самое сердце. Это сильный инструмент шайтана. В этом месте прошло мое первое выступление. Как я помню, мне было 18 или 19 лет. Я продолжал выступать здесь долгие годы, до того, как стал мусульманином. Здесь было много наших выступлений. Наша группа становилась все более и более популярной в этом районе. И клянусь Аллахом, это место. Хвала Аллаху, Аллах спас меня от него и от такого образа жизни. Такова история этого клуба. Послушайте мой совет вам. Я жил такой жизнью, и в ней было только фитна. И чем больших высот я достигал в ней, тем больше было фитна. И я должен был выбрать между музыкой и исламом, потому что вместе они быть не могут. Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, «Любовь к Корану и любовь к музыке не может совместиться в сердце раба». Аллаху Акбар. Он говорит, что Ибн-Уль-Каим говорит, «В сердце человека не может собраться любовь к Корану и любовь к музыке». Он в исламе всего три года, но его взгляд на жизнь полностью изменился. Когда он, познал ценности этой религии. Аль-Хамду Лилля, это совсем другой мир. Ты можешь видеть его через другие очки. До ислама я смотрел на него через очки этой дуни. А после того, как я произнес шахаду, я начал смотреть на вещи совсем по-другому. Аллах, Свят Он и Велик, буквально снял покрывало с моего сердца, вытащил неверие из моего сердца и мои взгляды очень изменились. Всевышний Аллах говорит, «Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для Ислама, кто на свету от своего Господа равен неверующему?» Действительно, Аллах раскрыл для Ислама сердце нашего брата Исмаилля. Я подвергался многим испытаниям, когда стал мусульманином. Потому что Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, что ты не можешь просто сказать, что ты верующий и при этом не быть испытанным. Ты будешь испытан во всем, в себе самом, в твоей семье. После того, как ты стал мусульманином, когда ты произнес шахаду и так изменился, как на это отреагировали твои знакомые, семья, отец, мать, друзья? Да. Во-первых, это была очень большая проблема. Очень большая проблема для моей матери. Особенно, если учесть, что она еврейка. Когда я сообщил ей об Исламе, она начала плакать так, как будто ее сын умер. Хвала Аллаху, мои родители всегда были замечательными, очень добрыми. Они хорошо меня воспитали, хвала Аллаху. Но они не обрадовались тому, что я принял Ислам. Особенно моя мать. Аль-Хамду Лилля, сейчас я женат. У нас есть маленький Ибрахим, мой сын. Теперь наша семейная атмосфера стала лучше. Аль-Хамду Лилля. После того, как ты принял Ислам, какие аяты произвели на тебя большее впечатление? Какой аят стал для тебя, как светильник или факел? Стал твоим девизом в жизни. О каком аяте ты всегда помнишь? Да, это сура Аль-Хадид, 20-й аят, в котором Аллах, Свят Он и Велик, говорит о том, что земная жизнь это всего лишь предмет обольщения. Это всего лишь предмет обольщения. И до того, как я стал мусульманином, я и многие мои друзья жили в заблуждении и обмане. Такова реальность работы на музыкальном поприще и в искусстве. Мы ходим по клубам, по рейвам, всякие вечеринки, и нам всегда нужно что-то большее, еще и еще. И в этой суре Аль-Хадид в 20-м аяте кратко изложено все, что происходит, что наша жизнь это иллюзия и когда-то она исчезнет, как ты знаешь. Это девиз Исмаиля. И это девиз для всех нас. Это послание к каждому, кто стал заботиться только о своей мирской жизни. В этом аяте Аллах, Свят Он и Велик, словно унижает эту дуню и разъясняет, что этот мир всего лишь предмет обольщения. Всевышний Аллах говорит, знайте, что мирская жизнь всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей. Затем Всевышний Аллах привел пример. Он сказал, она подобна дождю, растения, после которого восхищают земледельцев. Но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. Эти растения превратились в труху. Эти растения закончили свое существование. Эти растения уничтожились. Такова и мирская жизнь. Вы должны знать, что за пределами Ислама нет ничего ценного. Там нет ничего важного для вас. Хвала Аллаху, Аллах показал мне два образа жизни. До Ислама и хвала Аллаху, сейчас, в Исламе. Я пробовал эту дунью и жил в невежестве, а затем попробовал иман, веру. И иман очень, очень дорог и прекрасен. Моя мечта получить возможность изучать Ислам в одной из арабских стран. Иншаллах, особенно сильно я хочу в Медину. Я бы хотел изучать Ислам в Мединском Исламском университете. И, если пожелает Аллах, от полученных знаний будет польза. Я надеюсь обучить им свою семью, друзей и людей из моего общества, научить их настоящему Исламу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok